О результате последней экспертизы прочности бетона коммунальщики узнали полчаса назад. Сегодня он оптимистичный. За 12 дней бетон набрал необходимую прочность более чем на 70%. Сразу же дорожники приступают к асфальтированию полутораметрового участка перед деформационным швом. Срезали старое покрытие, почистили и высушили место под новый асфальт. Прокладываем на всю ширину сеткой, обработаем эмульсии и произведем в два слоя укладку асфальта. Десять специалистов при помощи техники справились за полтора часа. Еще столько же новое покрытие пролежало без нагрузок. И только после этого въезд с Парковой на Октябрьский мост открыли. Бетон на деформационном шве на съезде с моста на улицу Парковой продолжает набирать прочность. Движение там пока открывать нельзя. Возможно, в понедельник специалисты приступят к ремонту еще одной гребенки при въезде на мост со стороны Столиваров. Сейчас подрядчик изготавливает специальные трапики, по которым на время ремонта будет ехать транспорт. Мы изготавливаем трапики, устанавливаем их. И мы постараемся, наверное, в течение дня закрыть на два часа движение и опять его открыть. И также будет то же самое, когда будем бетониться. Два раза на два часа. Я думаю, что за два часа мы успеем вот эти все мероприятия провести. Время проведения работы, временная схема организации движения, сроки действия ограничения. Для людей очень четко довести информацию по этому поводу, чтобы они могли планировать для себя схему организации проезда, время проезда и понять, какие ограничения будут вообще на этом участке. Сегодня нам показали и схему объезда, по которой на время снятия и установки гребенки будут ехать автолюбители и общественный транспорт. До постановки мостика техника идет на Парковую, то есть часть техники уходит на Парковую, часть техники разворачивается и въезд с Парковой заходит на мост и двигается за Шахстанинский район. Будем использовать сотрудников для регулировки, осуществлять движение через улицу Парковую. Сложность будет, три ряда у нас в два ряда, фактически разворот, очень крутой разворот, придется размещать его. Ну, я думаю, справимся. Так или иначе, сотрудники ГИБДД рекомендуют череповчанам на время ремонта отказаться от поездок на личном транспорте. Это позволит уменьшить трафик. На следующей неделе, кроме ремонта гребенки, прибавится и ремонт колейности на мосту. Дорожники будут ограничивать движение по полосам. Подрядная организация в следующей неделе приступит к выполнению этих работ. Полностью будет меняться асфальтовое покрытие на всем протяжении моста. Там, где есть, уже существует колейность. До конца месяца специалисты должны будут привести в порядок еще один деформационный шов в районе камер слежения. Там бетонировать не нужно. Специалисты управятся в течение нескольких дней.